Девчонки, всем привет! Я сейчас мой с души и хочу вам показать святая святых свою душевую кабинку и то, что у меня здесь находится. Начну вам издалека показывать. Это у меня пенка для бритья, потому что я ноги брею станком. Я делала несколько раз лазерную эпиляцию, это было больно, это было неприятно, ну прям реально нехорошо. У меня сбивался цикл менструальный и волосы в каких-то местах не росли, а в каких-то даже на руках, например, делаешь на ногах, а на руках длиннее растут. Я поняла, что какой-то гормональный сбой идёт и прекратила делать лазерную эпиляцию. Воск я боюсь, это больно, все станочки я тоже пробовала, станочки в плане эпиляторы, фотоэпиляторы и всякие разные эпиляторы. В общем, короче, лещёнки, это не моё. Так, поэтому в помощь мне вот такая пенка, очень хорошо, гладкое, гладкое бритьё и в общем всё супер. Так, дальше. А, и покажу вам вот, кстати, да, здесь у меня полочка как раз со станками. Станки я заказываю на Озон, раньше покупала в Улыбке и Радуге. Так, давайте вот так вот покажу. Я люблю с шести лезвиями. То есть я брию подмышки и ноги. Ну, понятно, что не каждый день, но, в общем-то, вот такой станочек и мне он нравится. Именно шесть лезвий, гладкое бритьё, не царапает. Заказывала последний раз три штучки. Так, помните, меня спрашивали, как? Пилка. Вот эта пилка, она по цвету голубая, которую я поменяла, она как-то здесь очень хорошо смотрится. Та малиновая смотрелась бы, ну, как-то вызывающе, да, слишком с интерьера. Это спокойный цвет и мне нравится, очень она нравится. Она несколько раз падала у меня на кафель, потому что внизу кафель, да, и обычно бывает вот, когда трёшь ноги, раз, соскользнула, упала. Она не бьётся, потому что она боками падала, да, ну, конечно, если упадёт на вот эту часть, может быть, разобьётся вот прям вот лесовую. Но как-то вот так сделано, что пока выживают. Вот эта вот, помните, длинная она пилка, которая просто стекло со всех сторон, она у меня упала и сразу разбилась, благо осколки не разлетелись из-за того, что она не была наклеена плёнка. Но она очень аккуратно её подняла и убрала. Но, понимаете, пользоваться невозможно, и тысяча рублей. Это стоит 300, там, 40, по-моему, рублей. И мне она нравится, знаете, как в неё палец очень удобно ложится. Там так фиксируешь и всё, и сидишь, стоишь там, свои пяточки трёшь, да, всё, что надо, прям на мокрую. Очень удобно, видите, такая классная фиксация в руку, она не скользит, удобная. Ну, кому нравится малиновый цвет, можете малиновый заказывать, мне вот такой нравится. Положу сюда, так, спрашивали, нано-пятками я пользуюсь такой жидкостью. Мне один раз, даже два пользовалась, немножко долго держала, и пятки прям совсем тонкие стали. Поэтому часто использую пилку, и как-то вот жидкость нано-пятки не использую на данный момент. Так, ну что, перейду я. Так, это у меня шампунь заканчивается, ведь я его перевернула, чтобы его истратить. От Тимоты шампунь у меня был, покупала, всё никак не потратить, поставила, чтобы истратить. Знаете, обычно всё, что мне не нравится, стараюсь по-быстренькому израсходовать. Так, Heo Company, это кондиционер с органовым маслом. Мне он не понравился, он у меня кончился, и я сюда переливаю свой, точно такой же Heo Company с кератином, чтобы не стояла большая бутылка. То же самое делаю с шампунем, обычно в какой-нибудь вот такой вот, или во что-то переливаю. Но сейчас у меня просто он заканчивается, и я его просто перевернула. Так, здесь у меня Эстель, вот этот бальзам чистый цвет для нейтрализации желтизны. Редко использую, потому что мне не очень нравится, он так липкие волосы делает бальзам этот. Хотя он так неплохо убирает желтый оттенок, надо только постоять минут 10-15 душ, обычно я столько не провожу, поэтому мне надоедает стоять, мне надоедает, что потом после него надо всё равно использовать Heo Company бальзам, и поэтому он стоит просто, вот тут почти весь флакон, у меня ещё один такой есть. В общем, я практически не пользуюсь. В основном я использую серию Оллин, вот этот спрей, знаете, чтобы убрать желтизну. Так, ну уже когда волосы сушу. Вот здесь вот часто у меня стоит гель для душа, который я переливаю в баночку маленькую. Почему? Потому что вот здесь вот дырка, видите, такая удобная. Когда заканчивается, так вот переворачиваешь, и даже можно вот тут открывать, и отсюда вытекает. Очень удобно, но сейчас полностью тюбик полный. Это давно покупал Рудольф, я даже не знаю где, сначала думала, что это что-то шведское. Тут написано веком, т-д-д-д, и found in Stockholm, found it. Так, а вот здесь вот снизу всё-таки всё на русском-то написано, поэтому это всё в России продавалось, видимо, где-то он купил, но не стал пользоваться, такой запах немножко женский, поэтому я забрала себе, мне очень нравится, такой мягкий, приятный. Он такой, кстати, Рудольф капризный гелем для душа. Так, а здесь мочалка Рудольфа, вот это вот, вот такой щёточкой он пользуется, больше никакой не пользуется. Я же пользуюсь, покажу вот этой вот мочалочкой. Я её приобретала в фикс-прайсе, ещё в Улыбке Радуги они продавались, вот эти вот мягкие. Но видите, она у меня, сейчас такое ближе покажу, уже в таких зацепочках каких-то, в катышках, но мне не купить запасы, то есть у меня запасная есть дорожная, точно такая же, но сейчас в фикс-прайсе не продаётся. Девчонки, где найти такую мочалку? Потому что это, видите, у меня уже просто вся превратилась непонятно во что. Выглядит издалека очень неэстетично, да, со всеми вот этими узелками какими-то. И хочется её поменять, ну просто не на что менять, потому что другой нет. Надо купить новую. Я очень люблю спинку ей тереть, то есть вот длина мне нравится. И то, что она такая мягкая, она очень хорошо напитывает, набирает на себя весь гель для душа, видите, и мало отдаёт. То есть немного продукта нужно. Поэтому моя любимка, ну надо найти где-то замену. Может на озоне или на вабарисе где-то есть, я искала, пока не нашла. Но очень хочу, посоветуйте мне, пожалуйста, где вы видели их в последний раз. Сразу куплю штуки три про запасы, они у меня очень быстро выходят из строя. Видите, здесь же был рисунок, даже сейчас рисунка не видно, только какие-то жёлтые остатки остались от таких кругляшки. Были голубые и жёлтые. Ну вот всё, значит она уже непригодна. Ну ладно. Так, это вот штучка. Мы обычно после того, как помоемся, взбиваем воду, потому что иначе, вот так вот, полностью, да, иначе будет просто вся душевая кабина в пятнах. Конечно, потом постепенно пятна образуются, и потом её нужно просто мыть. И не очень люблю мотиншую кабину, но это редко, это у нас делает уборщица. Так, это Рудольфа. Уголок. Давайте я покажу, что он тут любит, что он не любит. И я даже один раз пользовала свой гель для душа, который у меня кончился. Так, он, кстати, пересел. Видите, вот эта вся вот штучка, вот эта вот, это всё моё богатство. Здесь раньше было его, но я тоже стала закидывать своё, поэтому он сделал себе отдельную полочку, чтобы хотя бы сюда что-то поставить. Так, вот это он покупал где-то здесь, в России, гель для душ. Очень вкусный, кстати. Урбан веган тоже, он всё любит веган. И обалденно пахнет. Вот им я пользовалась. Запах, кстати, нейтральный, не мужской, не женский. Такой, знаете, дорогого, дорогой гостиницы запах. Знаете, вот такой вот напоминает. Очень хороший. Не знаю, сколько стоит, не знаю, где купил. Где-то в магазине обычно, где-то он находит, покупает. Я всегда не слежу. Но он как-то берёт какую-нибудь банку и такой, вот, я себе взял. Я говорю, ну, молодец. Так, даф любит он очень. И шампуни, и гели для душа. Сейчас гели для душа не достать. А шампуней было полно. Это я ему дарила. И вот эта вот свежесть ментола, кофейный ментол, у него уже заканчивается практически. Вот на данный момент. Но, знаете, любит тоже не закончить и использовать новый. Потом у него вот этот вот. Это мы не в России покупали. Да, тут всё не на русском языке. А это, по-моему, Финляндии мы брали. Так, вот я тут затрудняюсь сказать, девчонки, что это за шампунь. Так, вот, одну руку я держу. Как перевести? С кальцием какой-то. Так, вот так вот весь. Ой, через камеру не прочесть. Кофеин, с кофеином и кальцием, да? Вот. Ну, что это такое? Боже мой. Я, короче, через камеру буду сейчас долго читать, потому что либо надо просто приближать. Ладно, неважно. В общем, какой-то обычный дав ему понравился. Наверное, вкусно пахнет. Хочу понюхать. Ну, знаете, пахнет вообще на самом деле, если честно сказать. Знаете, прямо скажу, мне пахнет советскими шампунями, такими сине-зелёными, которые были в таких страшных голубых бутылках в советское время. Может быть, в ностальгии его замочила, поэтому он такой купил. Не знаю, потому что с ментовым вот этот вот и кофеином. Ай, пахнет вкусно. Обалденно. Так, дальше. Ещё один у него с ментовым. Вот такой же поменьше. Тут же стоит. Не знаю, зачем ему тут столько ставить, потому что обычно я всё, что лишнее убираю в ящик. Ну, вот он любит всё заставить. Ладно. Не буду его богатство трогать и переставлять, иначе он будет считать, что у него всё заканчивается, купит ещё себе и не полезет в ящик. Так, и вот такой вот шампунь LV. Это всё финское, по-моему, потому что я такие только в Финляндии видела. Так. Ельсинки, да. Производство. Вот такое вот он любит. И раньше покупал только эти шампуни. Ну, сейчас просто это старенький остался ещё. Тут немножечко буквально есть. Он пользуется. Так. Он, конечно, очень мало тратит гель для души, мало шампуня. Прям вообще. Я лью, у меня баночка уходит, ну, просто, я не знаю, там, недели на две. Шампунь большой быстро трачу. Бальзам всё быстро. У него же всё это достаточно медленно. Так. Ну, показал вам свою мочалку, да, несчастную. Его это вот такая вот палка. Раньше у него была такая деревянная. Потом она уже, знаете, от деревянной палки-то хорошая. Ну, вот такие, да, продаются щётки. Но они, когда постоянно в воде находятся, здесь же влажно в кабинке, они покрываются таким, ну, как гниют, да, вот некрасиво эстетично выглядят. И вот такой, по-моему, покупала я ему щётку. Вот. Но только единственное, что падает постоянно, когда я в офисе. Так. Ну, в общем-то, вот моя помывка. Вот, кстати, здесь у нас, я сегодня заметила, губка лежит. Я её почему-то никогда не замечала. Я даже не знаю, для чего. Надо Рудольф спросить, для чего она. Нужна она ему или нет. Потому что сюда он не лазит, а надо мне отсюда вообще её, в принципе, убрать. Потому что я ей не пользуюсь, мне не нужно. Так. Так, ещё у меня здесь лежит мыло. Мылом раньше я умывалась, сейчас вот я заметила, просто уже давно не обращала внимания, вот сейчас только заметила, что мыло лежит. Надо его убрать. Потому что я стала умываться гелем, пенкой, и, в принципе, мыло уже больше вообще не нужно обычное. Потому что раньше, знаете, вот эти мылы склизки лежат, вот эта слизь. Но мне нравится умываться мылом. Прям хорошо, конечно, убирает весь макияж. И я до сих пор умываюсь в дороге. Такими вот маленькими, да, мыльцами. Но вот эта уже лежит давно. Оно действительно здесь и не нужно. Вот так покажу вам нашу душевую кабину. Места в ней предостаточно. Ну и, в общем-то, вот. Здесь я моюсь, мне комфортно, удобно. И раньше я, кстати, очень боялась, я боялась всегда на кафеле мыться. Я всегда клала коврик. Клала один, потом второй, третий. Разные переиспользовала. Все равно, мне казалось, все скользит. Потому что в гостиницах я всегда моюсь в тапках. Ну, это и понятно, и из-за гигиены, да. И плюс я боюсь упасть. Но дома я постепенно перестала бояться. Потому что кафель, он такой немножечко шершавый здесь. И не скользко. Даже как бы я там гелями для душа не пользовалась, все равно нормально. Уклон у нас хороший. Вода уходит туда. Периодически мы чистим. Ну, и, в общем-то, и прочищаем здесь тоже. Потому что забивается от воды. У нас и скважины вода идет, да. И бывает, что попадает песочек, еще что-то. Вода периодически чистят. Вот. И, в общем-то, в принципе, все. Очень удобно. Кстати, когда я мою волосы. Мою, извиняюсь, крашу волосы. Я мою волосы. Вот лейка, которая находится вот здесь. Я просто наклоняюсь. У меня здесь все банки стоят. Ну, чтобы я аж в одежде крашу волосы. Просто смыть. Очень удобно. Или когда нужно ноги сполоснуть. Не вот этой почему-то лейкой нижней использую. Ведро набрать. Ну, ведро, наверное, вот стой. Я редко набираю ведро, уже не помню. Но вот лейкой очень удобно вот так. Вот тянешь ноги сполосну, когда по двору бегаешь. Очень удобно. Нужно всегда иметь такой вот невысокий крепеж. Потому что вот это я, конечно, это вот только когда волосы мою. Да, и просто моюсь регулировать. А когда что-то внизу помыть, почистить и помыть волосы. Вот если я буду мыться вот этой, даже если опущу вниз, все равно все брызги разбрызгают мне на одежду. А я крашу с нескольких этапов. Футболки я ее не снимаю. Вот. Только снимаю обычно тапочки и босиком сюда наступаю. Ну, в общем-то, мне вот очень удобно из-за этого. Вот, девчонки, я показала вам нашу ванную. Напишите, пожалуйста, что вы сами храните вот в дышевых кабинах. Или ванны. То есть, не когда мы вылезаем уже к раковине зуба, мы чистим вот здесь вот, в раковине. Моемся там. И вот, конечно, сейчас я буду чистить зубки. Я помылась. Вот. И все мое добро, вот оно там находится. Что у вас там есть, чем вы пользуетесь. Много у вас средств стоит или немного. Я считаю, что у меня прям минимально стоит. В общем-то, вот. Так что, показала вам. Что вам интересно дальше посмотреть, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я вас люблю. Целую. Желаю вам красоты и здоровья. И мы встретимся завтра. Целую. Пока-пока. Хочу вам днем показать. Я в Marketplace. Это сеть столовых. Или, в общем-то, сеть, да. Вот видите, у меня салат греческий. Обалденный. Рудольфом пюре. С рыбкой. Вид на него. Это мы в бизнес-центре сидим. И я хочу вам поделиться. Мне очень нравится эта сеть. Потому что все очень недорого. Потому что все очень недорого. Приятное место. И все очень сытно. Делайте заказ по приложению. И вам приносят официанты все, что вы закажете. Вот там вот очень много места, где можно заказать, посмотреть. Но, в принципе, вот так вот садитесь и делайте заказ. Обычно днем мы вот так часто кушаем. Так. И вот такой интерьер довольно приятный. И скачивайте приложение по QR-коду. В приложении все меню. И, в принципе, там цены сразу видны. Сразу оплачивайте. И все вам приносят на стол. Вот у меня греческий салат. Вот такое пирожное. Что-то мы разных пирожных назаказывали. Чай. Очень вкусный. Кофе. Капучино. Еще одно пирожное. И еще пирожное и картошка. И еще я себе очень люблю заказывать такие макароны. Макароны аль денте с брокколи и сыром. Обалденно вкусные. Так еще водичку мы заказали. И вот это вот. Просто, ну, потрясающе. Готовят классно. Все красиво на столе. Все как будто бы в ресторане. Хотя это сеть столовых. Вот. Девчонки, кто был, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. А так всем желаю отличного настроения. Прекрасного дня и здоровья. Я вас целую. Всем самого лучшего. Пока-пока.